Внутреннее ощущение, что она жила, и с ней все хорошо. Она верит, мама жива. Татьяна Ациоловна пропала полгода назад, во время отдыха на природе. Вышла ночью из палатки, и больше ее никто не видел. Полицейские, волонтеры и родственники прочесали лес и ближайшие села, но никаких следов так и не нашли. У пенсионерки были нарушения памяти, она плохо ориентировалась в пространстве. Я думаю, что скорее всего там же трасса проходит, она села на первую попавшуюся маршрутку, которая проходит там утром, и куда-то в какой-то пункт ее отвезли. Денег у нее не было, то есть, естественно, ее где-нибудь высадили. В тех случаях, когда надо прочесать какие-либо забросы... Волонтерское движение «Лиза Алерт» в Саратове существует уже три года. По поводу пропавших стариков с нарушениями психики к ним обращаются очень часто. Разработана целая схема поиска таких людей. В дневное время эти люди ходят по своему району, ну или по какому-то району, они пытаются найти свой дом. То есть они понимают, что они потерялись, в общем-то, но они не понимают, как и что и где искать. А в ночное время, уже в сумерках, как правило, они идут по какой-то прямой дороге, ярко освещенной, могут идти, просто пока не упадут. Отечество, Россия, верные сыны! В Энгельском доме престарелых за всеми постояльцами круглосуточно присматривает персонал. На каждом этаже есть медицинский пост. Кроме того, работает система видеонаблюдения. С постояльцами общаются психиатры и социальные работники. Музыкальная и арт-терапия, лечебная физкультура – все это занимает и отвлекает пациентов. Здесь они круглосуточно и в общении. И медицинский персонал под наблюдением находится постоянно. Если у нас родственники забирают, они обязательно пишут заявление. Мы отпускаем на определенное количество времени. Если человек уходит сам, также пишет заявление, пишет, во сколько он вернется. Мы эту ситуацию отслеживаем обязательно. Отправлять близкого в специализированное учреждение решается не каждый. Хотя врачи рекомендуют такие меры для пациентов с болезнью Альцгеймера или старческим слабоумием. Их не стоит выпускать из дома в одиночестве. А если это произошло, то надо немедленно обратиться в полицию. Чем быстрее поступят заявления, тем больше шансов, что потерянного найдут живым. Достаточно сделать сообщение по 0,2. И опять же на это сообщение, учитывая личность фигуранта, которого заявляют, то есть дезориентированного на местности, возможно имеются отклонения в психике, значит имеющего заболевание, незамедлительно организовывается выезд следственной оперативной группы на место последнего нахождения разыскиваемого лица. Соответственно сразу же на месте формируется оперативный штаб. Для упрощения поиска специалисты рекомендуют крепить бирки на одежде таких больных с номерами телефонов родственников. Более современный способ – GPS-трекеры, но их, как правило, старики снимают и выбрасывают. Новые незнакомые предметы их пугают. Кроме того, полицейские советуют пройти процедуру добровольной дактилоскопии. Для этого нужно обратиться в любой районный отдел полиции с заявлением. Отпечатки пальцев помогут опознать потерянного, если он окажется в другом регионе или с ним случится несчастье. Екатерина Молчанская, Гришишилин, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив.